Сейчас кадры из Пекина. После переговоров Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину высшую госнаграду Китая для иностранных граждан. Орден дружбы КНР. Председатель Китая назвал президента России другом, пользующимся уважением китайского народа. Прошу всех встать. Преподносится Орден дружбы Китайской Народной Республики к сопрождении почетного караула. Прошу всех встать. Слово предоставляется президенту Путину. Прошу сесть. Уважаемый товарищ Цзиньпин, дорогой друг, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья. Для меня большая честь быть удостоенным почетной государственной награды Китая – Орденом дружбы. Знаю, что Орден был учрежден совсем недавно и сегодня вручается впервые. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания. Рассматриваю это как признание и оценку российских усилий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. Мы и я, и мои коллеги признательны вам, уважаемый товарищ председатель, за сегодняшнюю церемонию. Мы видим не только, что делается, но и как это происходит. Это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с вами дружеские личные отношения. Подчеркну, наша страна искренне дорожит добрососедством и дружбой с Китайской Народной Республикой. Мы гордимся общими достижениями в политике, экономике, науке, культуре. Ценим достигнутый высокий уровень взаимодействия на международной арене и, конечно, твердо уверены в успехе всех наших начинаний. Хотел бы еще раз поблагодарить за столь почетную награду. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу по углублению российско-китайского стратегического взаимодействия во имя процветания и благополучия народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Рабочий день Владимира Путина, однако, на этом не закончился. Он отправился вместе с Си Цзиньпином. Он отправился в город Тяньцзинь. Это в 120 километрах от Пекина. Примечательно, что ехали они на скоростном электропоезде Фусином. Скоростной состав называется Фусин, что переводится с китайского как Возрождение. В дороге поезд разгонялся до 300 километров в час. В четверг во время прямой линии Владимир Путин признался, что на китайских поездах ему еще не доводилось ездить. Однако он рассчитывает во время визита в КНР, цитата, оценить достижения Китая в этой сфере. Отвечая на вопрос китайского школьника, российский президент заявил, что рассчитывает на положительное решение по сотрудничеству с КНР в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Китайские железные дороги готовы делиться с... Китайские железные дороги готовы делиться с... Субтитры создавал DimaTorzok В Тяньцзине лидеры двух стран посмотрят хоккейный матч с участием юношеских команд из России и Китая В городе Тяньцзинь Владимир Путин и Си Цзиньпин посмотрели хоккейный матч юниорских команд России и Китая Сотни молодых людей, собравшихся на трибунах, стоя приветствовали лидеров двух стран Перед началом матча Путин и Си Цзиньпин вышли на лед и бросили шайбу Команды подарили лидерам России и Китая по комплекту формы Владимиру Путину вручили красно-желтый свитер с номером 11, под которым президент всегда выходит на лед Также Владимир Путин коротко пообщался с игроками Аплодисменты Путин Подс액 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали! Это сказание. генерал отт Sundин, генерал оперативные из neurальsprout У себя пройморная борьба на траву и площадке! Красивые команды! Союз, Союз, Союз! Красивые команды! Красивые команды! Красивые команды! КОНЕЦ КОНЕЦ ПОЛАТ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Российско-Китайского диалога Он будет продолжен и завтра уже в рамках саммита ШОС